Лукашенко психопат, Лукашенко настоящий фашистский диктатор. Никакого диалога с ним быть не может. Я абсолютно уверен в том, что в Беларуси достаточное количество смелых, решительных и крепких ребят. Не призываю к насилию, призываю к действию. Привет, друзья! Это «Старец Артемий». Пожалуй, сейчас я перевоплощусь в «Старца Артемия», поскольку говорить будем о вещах, в общем, о событиях в Беларуси, но с некоторой такой высоты, ну, я бы не сказал философской, но, может быть, стратегической, что ли, а отчасти даже, может быть, и морально-нравственной. Ну, вы все прекрасно знаете, что Светлана Тихановская и Координационный совет оппозиции белорусской, они объявили режиму Лукашенко ультиматум. Срок этого ультиматума истек 25-го числа. Требования этого ультиматума были совершенно очевидные, абсолютно справедливые. То есть, это отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных. И в заключительной части этого ультиматума говорилось, что если Лукашенко не выполнит требования белорусского народа и оппозиции, то начнется общенародная забастовка с тачками. Ну, естественно, что Лукашенко на этот ультиматум, на все эти требования наплевал, в отставку уходить не стал. Думаю, что, в общем-то, особо никто на это и не рассчитывал. 26-го числа, в понедельник, началась всеобщая забастовка, которая, к сожалению, не стала всеобщей. То есть, частично эта забастовка состоялась и на каких-то заводах, предприятиях, и в высших учебных заведениях. Но сказать, что весь народ вздыбился, не пошел на работу, вышел на улицы и так далее, тоже нельзя. Поэтому, естественно, что лукашенковская пропаганда объявила это все полным провалом оппозиции. В общем, понятно, что они говорили. Несмотря на это, я считаю, что идея с ультиматумом и забастовкой была хорошей. Она была хорошей просто потому, что она придала дополнительную динамику всему процессу. То есть, оппозиция действует очень творчески. Срабатывает одно – вперед. Не срабатывает одно – придумываем другое. И вот эта вот динамика, она, конечно же, в конечном результате приводит к успеху. Почему забастовка имела, ну, скажем так, мягко лишь очень частичный успех? Одной из главных причин является то, что, в общем-то, большинство лидеров, в том числе лидеры заводских стачкомов, они находятся все за пределами Белоруссии. Большинство лидеров оппозиции находятся, опять же, или за пределами Белоруссии, или в тюрьмах и следственных изоляторах. Кто-то в Варшаве, кто-то в Вильнюсе, кто-то в Лондоне, кто-то в Жодино, кто-то на Крестино и так далее. И вот я думаю, что, может быть, было бы очень здорово вернуть, вернуть лидеров оппозиции к своей пастве, к своему народу. То есть помните историю октября 1917 года, как Владимир Ильич Ленин приезжает на поезде на финляндский вокзал, там становится на броневик, ну и, соответственно, начинается известное Октябрьское восстание. Или помните, как Михаил Саакашвили вернулся в Украину несколько лет тому назад? В принципе, это возможный сценарий. Вот представьте себе, Светлана Тихановская возвращается в Белоруссии. Пограничный пункт собирается из той и с другой стороны много тысяч человек. Светлана Тихановская, окруженная огромной толпой, возвращается на территорию Белоруссии. Ну и триумфальным образом, то ли пешком таким маршем с флагами и транспарантами, то ли на поездах, то ли на автомобилях, да, естественно, автомобильный кортеж – это обязательно, возвращается в город Минск. Я думаю, что такой народный марш во главе с героиней революции, в общем, тоже придал бы определенные динамики протестному процессу в Белоруссии. Другой, тоже абсолютно естественный и давно напрашивающийся сценарий – это освобождение политзаключенных из мест заключения, из всех этих чертовых лукашенковских застенков. Конечно, это можно было сделать раньше тогда. Для этого, в общем-то, были, я думаю, очень веские основания, когда люди приходили и на Володарку, так называемую, и на Крестина. Стояли там большие толпы, но как-то, ну, поскольку белорусы решили, что никакого насилия, никаких выбитых ворот, ничего такого, то, значит, будем ждать милости от властей. Ну, что тут можно сказать? Милости от властей белорусский народ не дождется. И это, по-моему, совершенно очевидно. Ну, а в СИЗО, естественно, находятся почти все лидеры народного демократического движения, и Статкевич, и Тихановский, и Бабарыка, и Мария Колесникова. И вообще, опять же, вспоминая всякие исторические аналогии, вспомнил я уже про Ленина на финляндском вокзале, на славном броневике, можно еще вспомнить, с чего начиналась Великая Французская революция, штурм Бастилии. Что такое штурм Бастилии? Это, собственно, и было освобождение политзаключенных. Ну, тут, естественно, встает такой грандиозный вопрос, какой штурм? Это же насилие. А у нас революция ненасильственная. Ну, тут, конечно, полный абсолютный респект. Да, революция ненасильственная – это очень почетно, это очень красиво, и это очень правильно. Но что делать, если со стороны народа применяется тактика полного ненасилия, со стороны властей применяется тактика абсолютного насилия? И нет никакого шанса, что власти пойдут навстречу. Лукашенко – психопат. Лукашенко – настоящий фашистский диктатор. Никакого диалога с ним быть не может. Никакого договора с ним, опять же, быть не может. И не только даже потому, что он фашист и диктатор, но еще и потому, что он патологический врун. Он обманывал всех. Естественно, он обманывал свой народ тысячу раз, но он обманывал и Европу, и Америку, и даже своего старшего братишку, тоже большого лагуна Владимира Путина. Не может быть с Лукашенко никаких разговоров. Вот это, по-моему, надо понять. Раз и навсегда. Не. Мо. Ж. Эт. Соответственно, выбор такой. Знаете, есть такая пословица, что лучше – ужасный конец или ужас без конца. Вот то, что происходит сейчас в Беларуси, это похоже на ужас без конца. Это такое противостояние, с одной стороны, прекрасного, благородного, мирлюбивого белорусского народа, с другой стороны, малочисленной шайки бандитов и садистов во главе с Лукашенко. И надо сказать, что вот все эти заклинания насчет того, что прольется кровь, мы не можем этого допустить. Дело в том, что, в общем-то, уже проехали. Кровь уже пролилась. То есть, есть разные данные о том, сколько человек уже погибло. Точнее, не то, что абстрактно погибло, а конкретно было убито лукашенковскими сатрапами за время протестов. Судя по всему, примерно 8 человек уже убитых. Количество раненых, покалеченных и так далее, проливших кровь, уже идет на многие сотни. То есть, говорить о том, что вот все у нас чисто и бескровно, уже не приходится. Этого уже нет. И мне кажется, что вот в этой альтернативе ужасный конец или ужаса без конца, в общем-то, лучше предпочесть первую часть. Тем более, что конец не будет ужасным. Конец – это будет победа. Но, возможно, победа, которая дастся ценой каких-то жертв. Вы скажете, «Себе, сволочь я такая, дяде Тёме, легко рассуждать. Ты находишься в Евросоюзе, сидишь себе на диване и толкаешь белорусов на кровопролитие». Значит, ребята, я вам хочу сказать вот что. На эти, ну, надо сказать, довольно банальные и очевидные упреки. Во-первых, если бы я был в Беларуси, я был бы с вами. И я был бы в первых рядах, вот клянусь вам. И опыт у меня тут довольно большой. И опыт нескольких десятилетий уже, можно сказать, участия в различных акциях, в том числе и довольно рискованных, и довольно кровавых. То есть это Москва-91, и Москва-93. Последний раз это было прошлой осенью в Чили, где я тоже наглотался слезоточивого газа и уворачивался там от всяких дубинкообразных предметов. Я был бы с вами. Сейчас я с вами быть не могу, просто потому что меня в Беларусь никто не пустит. Я не гражданин Республики Беларусь, и я думаю, что стоит мне в Беларусь сунуть нос, то меня повяжут или тут же, или спустя очень короткое время. Но даже не это главное, и не первое, и не второе. А главное это то, что я абсолютно уверен в том, что в Беларуси достаточное количество смелых, решительных и крепких ребят, которые будут гораздо эффективнее и полезнее, чем я, 65-летний пенсионер. И будь мне сейчас 20 лет, где мои 17 лет, я бы не колебался, ей-богу. Фу. Ну, нелегко мне все это говорить, честно скажу, но тем не менее суммирую высшесказанное. Кровь уже пролилась. Каратели, как вы знаете, остаются абсолютно безнаказанными, делают, что хотят. И это означает только то, что кровь прольется еще. Со стороны народа, не со стороны карателей. Терпеть это нельзя, то есть нельзя ждать, пока перекалечат или пересажают всех. А если не оказывать активного сопротивления, то именно такой сценарий, к сожалению, будет достаточно вероятным. Не призываю к насилию, призываю к действию, скажем так. Живее, Беларусь! Есть у меня одна большая хорошая новость и одна маленькая не очень хорошая. Большая хорошая. Нас уже почти миллион человек. В сентябре 2020 года число зрителей АРУ-ТВ перевалило через отметку 900 тысяч. Это, конечно, очень здорово, очень почетно. Мы рады и гордимся. Новость чуть похожей заключается в том, что многие наши зрители жалуются, что не получают оповещения о новых видеороликах, о наших новых партизанских сюжетах. Вы можете спокойно решить эту проблему сами, без помощи со стороны дяди, деда и даже старца. Для этого вам надо подписаться, просто-напросто взять и подписаться на канал АРУ-ТВ. И тогда у вас в углу экрана появится такой колокольчик, и этот колокольчик будет звонить всякий раз, когда мы будем предлагать вам новое видео. А технически это делается очень просто. Увидите колокольчик, нажмите на колокольчик, то есть ударьте в колокол, я бы так сказал, как Герцен с Огаревым. Если вы ударите в колокол, то получите все уведомления о новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.